Легка и уверена в себе. Именно такой и должна быть настоящая особа королевских кровей. И принцесса Виктория, которую в этом году выбирали балаковцы, оправдала все ожидания гостей 5-го балаковского фестиваля клубники. Общительная и доброжелательная принцесса покорила сердца и взрослых, и детей. Настроение отличное, праздничное, клубничное. Балаков, которые пришли на фестиваль, я бы хотела пожелать в первую очередь зарядиться отличным настроением, позитивным. Поесть клубники, угощения. И, конечно же, проводить вечер очень весело и позитивно. Искучать гостям праздника точно не пришлось, ведь в этом году организаторы расширили территорию фестиваля, разбили ее на множество тематических зон, да и программа мероприятия была очень насыщенной. А все почему? Да потому что пятый юбилейный фестиваль должен запомниться. На смену на Музенским тюльпанам пришла балаковская клубника. И такими праздниками мы создаем живописную палитру туристического многообразия России. Уверен, фестиваль Балакова отметит еще не один юбилей. А жители порадуют нас не одним урожаем клубники. Крепкого всем здоровья и всего самого доброго. С праздником! Мы рады вас приветствовать на пятом, уже можно сказать, всероссийском фестивале клубники на территории Балаково-Балаковского района. Проводите этот день с пользой, с радостью и мы ждем вас еще раз в Балаково. С праздником! Почти 30 тысяч человек из 23 городов России посетили Балаковский фестиваль. Но эти цифры приблизительные, поскольку в основном учитывались туристы, которые прибыли на праздник в автобусах от турфирм, так сказать, организованно. Но сколько было гостей, которые приехали самостоятельно? Я, например, знаю, что как минимум два белоруса обошли все площадки Балаковского фестиваля и остались довольны. А ведь были еще гости из ближайших городов. Очень здорово на вашем фестивале. У нас скоро тоже будет фестиваль, фестиваль Ухи. Приглашаем всех жителей Балаково-Балаково на фестиваль, 7 июля будет фестиваль Ухи в Вольске. У вас все очень понравилось. Даже пирога досталось нам попробовать. Очень вкусный пирог. Я отдельно хочу сказать, что для детей очень много всяких развлекательных мероприятий здесь. Очень здорово. Нам очень понравилось. Спасибо организаторам за то, что сделали праздник города. Действительно, очень масштабный город. Большой и очень здорово. На предыдущих фестивалях мы не были. Мы приехали впервые. Я из другого города вообще сюда приехала. Из Пугачева. Вот здесь рядышком. Решили посмотреть, что это за фестиваль. Нам очень понравилось. Мы прошлись, посмотрели, попробовали, так сказать, сняли пробу садоводческих хозяйств, которые здесь были на выставке. Развлекались с воздушными змеями. У детей было куча эмоций. Потому что мы не запускали, не покупали таких змеев. Нам очень понравились их эмоции. Вот эта выплеска, их энергия. Но батуты это привычные. Они прыгали. Но еще планируем, вот в контактные здесь зверинец узнали, что есть. Сейчас вот дойдем туда, посмотрим, что там. В этом году на фестиваль приехало небывалое количество ремесленников и мастеров со всей России. Их палатки стали настоящим украшением праздника. И чего в них только не было. Глиняная посуда, которая станет не только украшением любой кухни, но и послужит в быту. Мыло ручной работы, которое настолько похоже на игрушки или фрукты, что мылить им руки просто жалко. Не хочется портить красоту. А вот берестяные туиски, как будто специально изготовлены для того, чтобы в них насыпать травяной чай или собирать клубнику. А кондитеры из Тулы специально для Балаковского праздника разработали особый рецепт начинки для знаменитых тульских пряников. Но не только они угощали в этот день гостей фестиваля клубничными вкусностями. Мы представляем товарищество «Сельский строитель». Вот вывезли на продукцию нашу продукцию клубнику, клубничные пирожки и компот с клубникой у нас. Ну, люди ходить будут долго, поэтому проголодаются, а у нас все с клубнички. Очень вкусно, все хорошо и свеженько. Горячими и сладкими блюдами почивали всех и в национальном подворье. Здесь можно было отведать кушанье народностей, проживающих на территории Балаковского района. Но особым украшением этой площадки стала казахская юрта, возле которой в казане готовили плов. Даже делегация почетных гостей задержалась в подворье, а губернатор Валерий Радаев пообщался с участниками национальных коллективов и угостился сладостями. «Отведайте, пожалуйста, беляши, чак-чак, хворост или компот. Удалите жажду». «Ваш центр где находится? Здесь Балаково?» «Да, Балаково, набережно». «Нет, нет, нет, набережно Леонова, 64». «Но главное угощение фестиваля ожидало всех на малой сцене. Здесь раздали 100 килограммов клубничного пирога и 70 кило торта». Если в Древнем Мирьеме на массовых мероприятиях требовали хлеба и зрелищ, то в нашем случае гости фестиваля хотели клубники и развлечений, и проблем не возникало ни с тем, ни с другим. Множество мастер-классов и тематических площадок и для малышей, и для молодежи не позволили скучать никому. На фестивале были и соревнования по питанку, и рыцарские бои от исторического клуба «Ардакон», и мастер-классы по различным видам танцев, и интеллектуальные игры от главного знатока Облакова Евгения Быстрова. В творческих мастерских можно было изготовить поделки на клубничную тему или нарисовать картину, конечно, с яркой ягодой, вылепить глиняную вазу на гончарном круге. На монетном дворе каждый смог сделать себе монетку с логотипом фестиваля клубники. Дети раскрасили картонный город во все цвета радуги. Кстати, детская площадка была очень востребована. Здесь играли в гигантские шахматы и шашки, в настольный хоккей, устраивали бои. А для активных ребят – клубничный квест, маршрут которого охватил всю территорию фестиваля. Была и особая зона для самых маленьких, где с малышами играли ростовые куклы. Фестиваль развивается, это однозначно. И настолько разнообразно все. Вот мы с мамой ходили, гуляли, и здесь хочется задержаться, и здесь посмотреть. Мы купили сбитень, мы купили какие-то шоколадки, мы набрали клубники, нам все очень нравится. И меня очень радует, что молодежь подтягивается, и молодежи очень много, а это здорово. Значит, на самом деле фестиваль классный. Да, мне как бы все тут понравилось, все интересное, прикольное. Мне очень всем понравилось. Мы здесь очень весело. Еще ждем лотерея, вдруг мы что-то выиграем здесь. Классная еда. Мы не успели опять торт поесть. Второй раз мы не успели. Ну а для тех, кто подустал от такой насыщенной программы – «Островок здоровья», где студенты-медики проводили расслабляющий массаж, а также измеряли давление. И рекомендации врачей в этот день были таковы. Ешьте клубнику, она очень полезна. Ой, миленькая, как сказать, чем полезна. Для здоровья, конечно, натуральная ягода всегда полезна. Согласны вы со мной? Поэтому и раскупали гости праздника сладкую и полезную ягоду, да так, что уже к середине фестиваля на клубничной ярмарке не осталось ни одного дачника, продающего клубнику. Товар, что и говорить, на расхват. Ну а под занавес праздника, как и полагается, начался концерт. Причем зажигали на нем не только местные артисты, но и приглашенные звезды. Необычное шоу представили барабанщики. В светящихся костюмах в сумерках они смотрелись очень антуражно. А на смену им вышла кавер-группа из Москвы «Майами Дэнс». Песни, которые исполнили столичные звезды, знали все зрители, поэтому пели их хором. И никто не сдерживал порывы пуститься в пляс. Кто хотел танцевать, отрывался по полной программе. И красивой точкой пятого фестиваля клубники стал фейерверк, который осветил вечернее небо яркими красками, приглашая всех уже на следующий фестиваль. Песня «Майами Дэнс» Песня «Майами Дэнс»